Удар гиперзвуковым кинжалом неотразимый или нет? Теперь недостатка в фотографиях МиГ-31 КАСХ-47М2 нет. Вопросительный знак гиперзвуковой оружия давно уже заняло почетное место среди других видов «Wonderwolf», которыми предполагается молниеносно повергнуть врага в прах. Вот и недавнее испытание ракеты Х-47М2 «Кинжал» в ноябре 2019 года, когда МиГ-31 КАСАВИА база «Оленья» на Кольском полуострове отстрелялись ракетами по развалинам городка Хальмирью, вызвали некий подъем чувств и бурное обсуждение. Мол, у нас есть теперь. Разумеется, как и любое другое оружие, кинжал вовсе не является неотразимым. Ему нужны определенные условия для достижения успеха. Кинжал можно перехватить. В рассказах о гиперзвуковых ракетах часто есть такое неявное, но, думается, умышленное преувеличение. Х-47М2 может разогнаться до 10-12 мах, только это не означает, что эта скорость будет у ракеты всегда. Кинжал ракеты твердотопливная, из чего следует, что двигатель горит недолго, 15-20 секунд. Именно в это время ракета достигает такой высокой скорости, а дальше, уже с неработающим двигателем, ракета летит по баллистической траектории к цели. То есть 10-12 мах это пиковая скорость, вскоре после того, как отработал двигатель. Дальше, в силу сопротивления атмосферы и выполняемых ракет и маневров, скорость ее падает, и падает сильно. Скорость падения боевых блоков баллистических ракет малой дальности, а Х-47М2 ближе всего по конструкции именно к баллистическим ракетам, только пускаемым с самолетов, составляет 3-4 мах, а управляемых боевых блоков и того меньше 2-3 мах. Создатели заявляют кво кинжала в одном метре, то есть, вероятнее всего, скорость боеголовки непосредственно у цели тоже будет 2-3 маха, и вряд ли больше. Дальность ракеты заявлена как 1000 километров от точки пуска. Даже если бы весь этот путь ракета проделала бы на скорости 12 мах, 4 километра с более половины первой космической скорости или 245 километров с минуты, то подлетное время составило бы 4 минуты. В реальности же, поскольку ракета теряет скорость и маневрирует, подлетное время составит 6-7 минут или даже больше. У типовой цели. Эсмин цитиипа. Али Берг. Или авианос цитиипа. Джеральд Деф. Форд. Напомню, что авианосцы вооружены ЗРК. РИМ. 162. И ССМ. Более чем достаточно времени, чтобы захватить кинжал радаром и нацелить на него противоракеты. Х-47М2 может выполнять несколько маневров уклонения от противоракет, вероятно, это запрограммированные маневры, а не реакция на пуск противоракеты, тогда после нескольких пусков противник вычислит алгоритм этих уклонений. Но все равно на самом последнем участке траектории ракеты нужно будет лечь на курс столкновения с целью и больше с него не сворачивать. Если это происходит за 10 секунд до столкновения с целью, то расстояние между ракетой и целью в этот момент, на скорости Тримах составляет примерно 10 километров, Тримах это примерно 1,02 километра слеж сек. На мой взгляд, возможности американских систем продостаточны, чтобы в таких условиях сбить летящую по прямой ракету почти как на учениях. Сбивать ракету так близко это, бесспорно, испытание для американских нервов. USS Gerald F. Ford На ходовых испытаниях. Не нужно недооценивать, это посудина весьма ходкая и маневренная. Если при конструировании ракеты заложили идею, что противник будет стоять на якоре и дожидаться себе ракеты в мостик, то это очевидная глупость. Противник, конечно, будет двигаться и маневрировать, из чего следует, что кто-то, например, самолет Драла, должен отслеживать текущее местоположение цели и давать корректирующее указание. Самое же главное в том, что носитель кинжалов МиГ-31К лишается ракетного вооружения и, стало быть, вести бой с появившимися истребителями противника не в состоянии. Без прикрытия носитель предельно уязвим. Фактически это тренировочная мишень, которую американские пилоты могут сбить МиГ-31 с кинжалом не только ракетой, но и даже и с бортовой пушки. Зная, что у российской авиации появились новые ракеты, которые потенциально могут нанести большой ущерб флоту, а при удачном попадании в лифт или в самолетный ангар авианосца надолго вывести его из строя, в тактику противоборства, несомненно, будет включен перехват носителей специально выделенными парами или группами истребителей. Применение рэп мы даже особо обсуждать не будем, поскольку она сочетается со всеми перечисленными вариантами. Из этого всего следует, что один-единственный МиГ-31 с кинжалом успеха, вероятнее всего, не добьется. И даже 3-4 носителя тоже, вероятно, не добьются успеха. Просто потому, что у противника уже есть штатные средства и давно отработанные меры противодействия. Тому, кто считает, что кинжал это один выстрел, один авианосец или что кинжал ну совершенно неотразим, прямо нужно сказать, что это самообман. Удар в наивыгоднейших условиях. У любого оружия есть условия, в которых его применение наиболее выгодно и максимально эффективно. Есть такие условия и у кинжала, конечно. Насколько можно судить, наиболее выгодно применят кинжалы либо в ходе массированной атаки на авианесущую ударную группу всеми наличными средствами либо сразу после нее. Когда радары забиты отметками и боезапас зенитных ракет уже близок к исчерпанию, возможности перехвата кинжалов объективно снижаются. В каше радарных отметок и в напряжении боя операторы ЗРК могут изъявнуть, пропустив кинжал. Он более опасен, чем, скажем, П-800 Оникс, за счет большей массы боевой части, 500 килограммов у кинжала, 300 килограммов у Оникса. Если же операторы ЗРК прозевали кинжал в ядерном оснащении, то это может стоить им потери всей авианесущей группы. Или же может быть добивающий удар, уже после массированной атаки, повреждения и пожары, потери, израсходованный боезапас зенитных ракет. Нервное перенапряжение противника все это создает гораздо более выгодные условия для атаки кинжалами. Если еще воспользоваться моментом, когда самолеты противника посажены на авианосца, то можно сравнительно немногочисленными пусками добиться более чем впечатляющего эффекта и очень серьезного урона для вражеского флота. На мой взгляд, кинжал хорош как козырь в рукаве, то есть средство, с помощью которого можно добиться перелома хода боевых действий в свою пользу.